Если вы из Беларуси, то вам 100% известно, как называется это блюдо. Но если вдруг вы не белорус и не знаете, то это драники. Нам понадобится грамм 700-800 картошки, пару зубчиков чеснока и одна луковица. Картофель необходимо натереть на мелкой терке. Но если вы не из ленивых, есть еще более мелкая терка, можно натереть на ней, тогда получится еще вкуснее. Ох, не люблю я это дело, но драники люблю очень, поэтому иногда занимаемся. Теперь натираем также и лук. Да-да! Кстати, лук используется не только для вкуса, но еще он не дает темнеть именно самой картошке. Так как до жарки еще будет картофель некоторое время как бы стоять, поэтому картошка не потемнеет. Посмотрите. Натираем также всю луковицу. И чеснок также на мелкой терке. Теперь все хорошенечко перемешиваем. Не добавляем пока никаких специй, ничего. Перемешиваем чеснок, лук и картошку. И отбрасываем на дуршлаг, чтобы ушла вся лишняя жидкость. Картошка потемнела, но совсем незначительно. Смотрите, сколько сока и уже образовался даже крахмал. Теперь добавляем одно яйцо, немного соли. Можете добавить свои любимые специи и ложку майонеза. Ложка майонеза добавляется для того, чтобы драники, которые вы сразу не скушали, постоявшие в холодильнике, не посинели. 100% рабочий лайфхак, пользуйтесь. И добавляем такую хорошую ложку муки, самой обычной. Перемешиваем. Ну и собственно приступаем к жарке. Побольше подсолнечного маслечка. И выкладываем наши будущие драники. Обжариваем до золотистой корочки. На это уходит примерно минут 5 с одной стороны. Далее драники переворачиваем. Накрываем крышечкой. По крайней мере я так делаю. И жарим еще минутки 3. Ну вот, как всегда, попала вода. Подсолнечный салют. Сразу боялась подойти. Потом все-таки набралась храбрости, подошла. И решила, что та сторона недостаточно румяная. И жарила еще примерно минутку. Для более золотистой корочки. Готовы? Готовы? Вот такая вкуснотища у нас получилась. Если вы не белорусы или белорус, который по каким-то причинам не пробовал еще драники, обязательно попробуйте их приготовить. Это хоть и жирно, но невероятно вкусно. Кстати, вот здесь на видео я сейчас показываю драники, которые сутки. Они лежали сутки в холодильнике. И цвет их практически не изменился. Так что майонез действительно работает. Всем приятного аппетита и пока-пока!